Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Любовь Орлова, и это значит, что мы проваливаемся в новости. Король эстрады вновь вернулся на сцену. Певцу понравилось по несколько раз извиняться, поэтому теперь, когда наконец заслужил прощение, он якобы иронично решил посмеяться над последствиями своего участия в голой вечеринке. В первом выпуске программы «Звезды на НТВ» Киркоров появился в «Черной водолазке» и спел пародию на песню «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь». Я зашел туда всего на пять минут. Пусть вошел я не в те двери, в моей творческой карьере, но зашел туда всего на пять минут. Но ведь самое важное, что сказали про данное мероприятие «Отряды Путина». Мы «Отряды Путина». Верим тебе, Настя Игриева, что ты этого не хотела сделать, но у тебя получилось. Ты немножечко заблудилась в этой жизни. Приезжай к нам в «Краснодар», в «Отряды Путина», на «Курчата» вошел. Мы тебе научим жизнь, как вести себя в этом мире реальном и всему прочее научим. Как вязать, как готовить, как себя уважать, как страну любить, уважать. Мы тебе научим. Всему хорошему. Высший уровень абсурдности. Преподаватель четыре года вел у студентов информатику в Волгоградском колледже управления и новых технологий имени Юрия Гагарина. Педагог 9 марта скинул в рабочий чат фото редких растений, которые немного с опозданием зацвели к 8 марта. После провокатору позвонил декан и пригласил на профилактическую беседу. Мужчина узнал, что некоторые сотрудницы якобы сочли фото кактусов непристойными, поэтому преподавателю и предложили написать заявление по собственному желанию. Студенты хотели заступиться за педагога, но, по их словам, руководство колледжа пресекает любые попытки, удаляя сообщения со всех чатов. Но уволили меня не за это, а за то, что я сказал. Смотрите, какая классная композиция. Шелковистый кактус, немножко с колючками, в керамическом горшке, красивом, за 2000 рублей, между прочим. Дорогой кактус, дорогой горшок. И мне сказали, простите меня, что это неприличный кактус. Хорошо, что хоть горшочек нерадужного цвета. Ну а вот учителя музыкальной школы стоит не только уволить, но и посадить. Педагогу вменяют 132 эпизода сексуального насилия над детьми. По данным следствия, педофил не только насиловал мальчиков, но и заставлял их заниматься сексом друг с другом. На компьютере учителя нашли детское порно. Воспитанниками учителя были мальчики 9-12 лет. В такие моменты жалеешь, что в России введен мораторий. Тема блогерства развивается в разных сферах. В Российской Православной Церкви запустили школу блогерства для священнослужителей. В сообщении говорится, что обучение направлено на то, чтобы священники в своих блогах не теряли главную роль свидетельности в блогерстве. Проповедь о Христе и тем самым смогли бы избежать излишнего погружения в нецерковную повестку. Но все равно их взгляды никоим образом не должны противоречить официальной позиции РПЦ. Вот и началась масленичная неделя. А это значит, что солнышко с каждым днем будет светить ярче. И весна чувствуется уже внутри. Сервис доставки из Перекрестка подготовил блинопледок в масленице. Я тоже напекла уже блины. А вы празднуете? Пишите в комментариях. Дорогие друзья, благодарю всех за помощь. Это очень важно для независимой журналистики. Помочь нам любой суммы вы можете через Nation Alerts или подпиской на Boosty. Кстати, только там выходит 2 июля на программу. Это очень важно. Ссылки в описании. Как же прекрасно работает параллельный импорт. Тысячам россиян стали приходить требования о доплате от 300 до 840 тысяч рублей утилизационного сбора. Дело в том, что формально для машин, купленных через посредников для личного пользования, установлены льготные коэффициенты. Люди на это и рассчитывали. Однако таможенники решили посчитать по-своему. Рассчитали коэффициенты по коммерческим ставкам, как для машин, возимых дилерами. Вообще, кто в России сдает машины в утиль? Как понять, что весна уже наступила? На дорогах появляются самокатчики и гоняют они со скоростью 80 км в час. А как вы относитесь к самокатчикам? Пишите в комментариях. Безопасность на дороге очень важна. Но вот не все соблюдают правила. В Питере велосипедист решил не ехать по специальной дорожке и вырулил на проезжую часть. Затем он получил удар дверью и сразу его переехал автомобиль. Мужчину заставили в больницу, где он впоследствии скончался. Еще один несчастный случай произошел на Кубани. Там 13-летний школьник залез на грузовой вагон и получил удар током. Трагедия случилась из-за подстрекательства одноклассницы. Предположительно, пострадавшего парня взяли на слабо, угрожая, что иначе он потеряет уважение всех. После инцидента подстрекательница и ее приятели спешно унесли ноги. Скорую помощь вызвала шокированная школьница, которая оказалась неподалеку. Пожалуйста, подпишитесь в наш Телеграм. Только там выходят свежие новости каждый день специально для вас. Ну и периодически там есть забавный контент с нашим коллективом, и он только там. Чтобы найти нас в Телеграм, просто введите в поисковой строке «Ермак медиа». Ну, или ссылка в описании. Власть из каждого утюга говорит про рождаемость, что ее нужно увеличивать любым способом. Закона о запрете абортов по факту еще нет, но жительницы Карелии и все частные клиники уже отказали сделать аборт. Сославшийся слов СМИ на запрет Минздрава. Государственный перинатальный центр согласился. За деньги. Но только после сдачи анализов, работы с психологом и недели тишины. На раздумье. При этом срок беременности уже поджимал. Руководство местного Минздрава, куда обратилась женщина, получившая везде отказ, объяснило, что аборты не запрещены только в госклиниках, а в частных прерываниях беременности под запретом по закону из-за отсутствия лицензий. Чиновники сославились на приказы 2020 года. Зато Евгений Ваганович следует рекомендациям и повышает рождаемость. У почти 80-летнего Петросяна и его 35-летней жены родилась дочь. Таким образом, Петросян стал отцом в третий раз. Если что, его старшей дочери уже 55. Можно ли перелечить пациента? Конечно. В Перми врачи залечили пациента до того, что у него слезла кожа по всему телу. Мужчина был госпитализирован по диагнозу, не связанному с дерматологией. Однако во время лечения медики начали давать ему странные таблетки, от которых пациент лишился кожи. Буквально за неделю. На вежливые жалобы и беспокойства родственников администрации больницы не реагировала. Лишь после устроенного женой скандала врачи перевели мужчину на капельницы, которую ставили улучшать ситуацию. В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшим. Одну секунду, пожалуйста, поставьте лайк. Это согреет мое сердечко. Продолжаем. В центре Уфыра на утром прогуливалась косуля и отвлекала водителей от поездки на работу, ведь так хочется записать ее на видео. Обалдеть. Короче, этим утром мы устроили слежку за косулей. Как ты вообще тут оказалась? Филяк маленький, ведь еще какой-то. Видно, да? Буалакай. Из какого леса ты прибежал? Я, если что, на работу чуток опаздываю даже, представляете? Но вот это идет. Лес нашел себе, сквер Маяковского. Подмосковной «Пятерочке» работает пушистый сотрудник. Ему выдали форму по размеру. Теперь он следит, чтобы в магазине не было крыс, колбасных изделий и сметанки. Ну, конечно, милые лапки. На «Ромак Атрекшн» вышла новая программа, которая объясняет, почему именно замужние девушки изменяют чаще. Это стоит посмотреть каждому и написать свое мнение в комментариях. Всем хорошей масленичной недели. Жду лайк и каждого из вас в Телеграм подписывайтесь. С вами была Любовь Орлова. Пока-пока.